Друзья, всем привет! Все служебные обязанности, которые на них возложены. Но когда подъехал я и увидел ситуацию, я предложил просто полицейским распустить всех водителей, потому что на мой вопрос, что является главным, все-таки составление административных материалов или же наведение порядка на дороге, я не сказал наведение порядка на дороге, я предложил отпустить всех водителей без составления административных материалов, как можно быстрее расчистить эту остановку, а после этого уже предупреждать правонарушение на данном участке дороги и в принципе то, что они должны были делать в рамках своих служебных обязанностей. Что из этого вышло, еще раз можете посмотреть на этом видео, дать свою оценку, написать комментарии. Очень интересно почитать и поспорить с вами. Что касается видео по староверам, так называемым. Староверы – это такие полицейские, которые были бывшими милицейскими, и перейдя в новую службу и получив новые, так скажем, атрибуты власти, они не перестроили свою работу. То есть, по сути, это старые гаишники. Был я очень удивлен, встретив недавно их в Мелитополе, вот тоже есть это видео, посмотрите, стоят под Мелитополем старые косарей на своей машине с оборудованной обычной видеокамерой, либо видеорегистратором, косят на ровном месте. Что поражает меня в этой ситуации? Не то, что они до сих пор находятся на дорогах, а то, что находятся люди еще те, которые до сих пор дают им деньги. Я обращаюсь к вам. Вы действительно есть, остались еще такие люди у нас в стране, которые ведутся на разводы вот этих вот, ну, просто вымогателей. Неужели есть такие, которые останавливаются и пытаются решить вопрос с этими полицейскими на месте? Я просто хочу вам сказать, что данная полиция, так называемая, на трассах, она не заточена, в принципе, на составление каких-либо постановлений, либо же они не заточены на то, чтобы каким-то образом влиять на улучшение дорожной обстановки. Они стоят там ровно для обогащения своего кармана и обогащения карманов своих руководителей. Поэтому, люди, пожалуйста, не ведитесь на провокации, не ведитесь на разводы, просто игнорируйте этих попрошаек. Я в конце этого ролика выложил кусочек видео о том, как я встретил попрошаек в Херсонской области, в Херсоне, по сути, на объездной. Как я с ними действовал. В принципе, вы можете вооружиться вот примерно такими же знаниями и умениями, как я, и попробовать точно так же сгонять их с дороги. Это очень действенно, их очень раздражает камера, поэтому, если вы их видите, останавливайтесь, интересуйтесь, фиксируйте их на камеру. Я вас уверяю, в скором времени их просто на дорогах не останется. Всех остальных также хочу предупредить о том, что с сегодняшнего дня в Украине стартует так называемая операция по выявлению краденых автомашин. В связи с тем, что участили случаи угонов и передвижения на краденых автомашинах по дорогам Украины, полиция проводит масштабную операцию по всем городам и будет на основании этой операции останавливать всех подряд и выявлять, крадена ли у вас машина или нет. Также в процессе общения они будут выявлять, совершили ли вы какие-либо еще правонарушения, например, у вас нет страховки, либо же вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения. То есть, в принципе, все то, что запрещено законом, а именно выявление покрудных правонарушений, они будут делать. Что хочется отметить. Мы долго ждали, долго следили за полицией, особо не трогали ее. Хотели с эталиком посмотреть, как будут развиваться события. Сейчас, я думаю, наступает такой переломный момент, связанный с чем? У нас недавно, все знают, ввели увеличение штрафов за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Это 10, 20, 40 тысяч гривен, это огромные деньги. Это будет огромный соблазн для новых полицейских, которые будут встречать пьяных водителей, либо же их оформлять по закону, либо же получить огромные барыши на месте. Это огромные суммы, даже учитывая зарплату новой полиции, для них на все равно огромные суммы. Я думаю, что сейчас именно будет проходить проверка, вот такая, прочностью нашей новой полиции. Но что от себя скажу? Я думаю, что неспроста наша полиция решила такую операцию провести после увеличения штрафов за вождение в пьяном виде. Но это мое мнение, посмотрим, что будет. Для всех остальных еще хочу сказать, что скоро у нас будет День независимости 24-го числа, да, 24-го августа. Многие люди, это будут несколько выходных, потянутся к морям, потянутся на Черное море, на Азовское, Пердианск, Кирилловка, Одесса. Хочу вас предупредить о том, что это самые лакомые места, самые лакомые дорожки для всей полиции коррупционной, которая просто родится летом на вот этих участках. Я под этим видео, вот здесь вот внизу, отмечу координаты всех тех точек, которые знаю лично я по Запорожской области, по Херсонской, где стоят эти мобильные патрули и где они перемещаются. Любые кирилловские вам скажут, например, что в Кирилловке они ездят ночью по косе, останавливают просто так при въезде, также возле Мелитополя, также на обвесной Херсона. Более подробно смотрите координаты, можете ввести это в свой GPS-навигатор. У меня стоит Waze, я на Waze отмечаю прям точечки с полицией, где я их встречаю. Кому интересно, могут поставить себе эту программу, посмотреть, я там тоже есть, можно видеть перемещения мои и можно видеть те места, которые я отмечаю. Значит, ну что, ездите аккуратно, смотрите ролик, ставьте лайки, подписывайтесь. Ребята, давайте, до встречи, пока. Косари традиционные. Здравствуйте. А что вы больше на камеру не фиксируете правонарушения? Я говорю, что больше на камеру правонарушения не фиксируете? Что вы тут делаете вообще? Да какая вам разница, что я тут делаю? В смысле, какая мне разница? Вот прям монстр. Я вам задаю вопрос, что вы делаете? Кто вы такой, что я вам буду отчитываться? Вы гражданин Украины. Я уже не в Украине. Так что, я обязан перед вами отчитаться? Конечно, а как это вы не обязаны? А вот так это, не обязаны. Как это вы не обязаны? Это в моих обязанных функциональных есть. Конечно. А ну покажите мне, что я должен перед вами отчитаться? А перед кем вы считаете, что вы должны отчитаться? Ну не перед вами. Перед кем вы отчитаетесь? Ну не перед вами. Ну перед кем? Ну не перед вами. Ну как зовут этого человека, перед кем вы отчитаетесь? Давайте сюда его вызовем. Я не обязан с вами обсуждать эту тему. А как это? Я спрашиваю, кто Ваш руководитель? Да какая воздействия, кто Ваш руководитель? Кому Вы подчиняетесь? Кому Вы подчиняетесь, кто Вы? Кему Вы подчиняетесь? Я прошу прямой вопрос, а кто Вы подчиняетесь? Кто такие? Выборозить? Показывайте, вызывайте сюда старшего на место, того, это что кто-то хочет? Я хочу. Я не понял, почему Вы так к себе ведете? так потому, что вы подошли что-то рассказывать я вам рассказываю, бедные у вас фамилия а чё у вас руки дрожат, бедные бедные, чё руки дрожат, вы пили пили на работе как это вы пили на работе пили на работе вы пили алкоголь сегодня почему руки дрожат вы деньги сегодня брали с водителей, брали деньги с водителей, которых вы останавливали вы сегодня брали на службе деньги взятки брали или нет, прямой вопрос не брали сегодня деньги Вы сегодня фиксировали правонарушение? За сплошную людей останавливали? Я вам задаю прямой вопрос. Вы сегодня фиксировали правонарушение? Обязаны. Вы сегодня остановили водителя, с которого вы взяли деньги? Это не я так считаю. Это факт, который зафиксировал. Кто руководитель вас спрашивает? Вот вас же взяли деньги. А так рассказывает. Я не рассказываю. Вы, любезные, тоже представьте, как вас зовут? Бедный и кто с ним сидит? Я надеюсь, не богатый. Может и богатый, кто я знаю. Чего вы лыбитесь? Вы сегодня деньги взяли, сидит лыбится. Хочу и лыбиться. Вот я не знаю. Джосан Павло Миколаевич, кому вы подчиняетесь? Кто? УМП. Главное управление национальной полиции. Главное управление национальной полиции? Руководитель, как вашего зовут? Америка Вратуровича. Ну вот так бы сразу. Я не понимаю. Что надо волокер пешивать? Что вы тут соленой брызгали? Конечно, обязаны. Да не обязаны. Ну где? Ну скажите, покажите мне. Вот, я обязан. Что значит где? К гражданин подходит. Как минимум представиться вежливо. Выйти с машины, а не прятать камеру, как мышь. Вы сидели с камерой, фиксировали. Чего вы камеру спрятали? Вы что, вы сидели с ней фиксировали? Да я что-то что-то и делаю. Нет, вы бедный. Спря ложу, не ложу. Я вам напоминаю, когда вы на службе, вы не можете здесь делать все, что вы хотите. Вы должны действовать. Да, абсолютно верно. Что вы делаете на трассе? А что? Как что делаете? Как что? У нас больше полиция на трассах не патрулирует. А где она будет? А где она? Я не знаю. Я вам говорю. Я есть маршрую. Кто маршрут вам этот переродил? Ваш руководитель? Удите, идите, идите. Где вас ловили здесь? Ловили. Косенко к вам приезжал, вас словил тут же на этом же месте патрулирует. У вас вообще мозгов нету? Вы все равно на этом месте стоите. Почему? Объясните мне. Какой Косенко? Не знаете? Кто такой Косенко, не знаете? Что лови? На взятке, вот здесь вот. Не знаете? Кого лови? Не в курсе. Не знаю. Не знаете, кто такой Косенко? Ну, знаете или нет? Мне интересно просто. Ну, Косенко в Ютубе. О, вы знаете? Фамилию знаю. Отлично. Ну, так, примерно, знаете. Ну, слышали, да? Нет, конечно. Что тут скрывать? На этом месте, точно такие же, как вы, два красавца. Так точно такие же или мы? Нет, я говорю, что вы, такие же, как вы, два, ваши сменники. Вы еще так же знаете, говорите, мы. Да, причем я вам за другой случай рассказываю. Я вам за другой случай рассказываю. Бедный, я вам за другой случай рассказываю. Вы слышите меня? Бедный, выдыхайте. Словил на взятке, зафиксировал. Точно так же вас, голубцов, за сплошную, точно так же сняли. Ну, что? Сняли так сильно. Что тут хорошего, бедный? Что тут хорошего? Объясните мне. Ничего хорошего нет. Правильно, ничего хорошего нет. И вы еще угничаете в машине мне сидите. Что хочу, то и делаю на работе. Что я вам обязан начитываться? Не обязан. Не обязан. А бабки обязаны взять? Бабки обязан был брать или нет? Бедный. С водителя, с кого? С обычного. С обычного. С обычного. Как у тебя поорудование? Суда вы собрали? Моя сумка. Смысленно? Так мы вызвали, во-первых, в полицию. Так когда вы скрываетесь? Ждите эту руку. Смысленно? Так мы хотим, я хочу вас при них продемонстрировать. Я не буду с вами тут стоять. Слушай, а куда? Вы же патрулировали, на камеру снимали. А куда вы собрались уезжать, бедный? Дальше идем. Куда дальше, бедный? Дальше мы сейчас... Едьте сразу к руководителю, мы сейчас туда подъедем. Хорошо, едем к руководителю. Бедный. А вы вообще в себе? Куда вы уезжаете? Я говорю, вызвал полицию. А что вы так себя ведете? Закрыли окно. Я говорю, я вызвал полицию. А я не буду с вами тут стоять. Чего вы скрываетесь? А мне что, ну что мне с вами тут? Бедный, ну как это что? Как бабсю брать? Уже неинтересно. Куда вы? Стой, бедный. Эй, бедный. Бедный уехал.